Здравствуйте, уважаемые трейдеры, вы смотрите новости на канале Инстафорекс ТВ, с вами я Екатерина Стихина. Фунт все-таки сдал позиции. Трейдеры закрыли часть сделок на покупку британской валюты после публикации слабой статистики из Великобритании. Согласно официальным данным, объем розничных продаж за декабрь упал на 1,5%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. После всплеска потребительской активности на 1%, на рынке ждали коррекции, но не столь глубокий и тем более в предрождественский период. Падение объемов розницы оказалось самым значительным за последние полтора года. В годовом выражении показатель замедлил рост с 1,5% до 1,4%, в то время как ожидалось ускорение темпа до 2,6%. Базовый показатель без затрат на топливо также продемонстрировал значительное сокращение на 1,6%. Эксперты отмечают, что так вышло, скорее всего, в связи с решением перенести покупки на ноябрь, на день черной пятницы. Данные оказали влияние на движение британской национальной валюты. Пара GBP-USD опустилась с отметки 1,3940 на 80 пунктов вниз, даже с учетом слабости доллара США. Не стоит забывать и о теме Брекзита. Вчера после встречи с премьер-министром Великобритании Терезы Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Соединенное Королевство хочет сохранить доступ к единому рынку, то она должна также осуществлять взносы в бюджет в Европейский Союз и подчиняться европейской юрисдикции. Сомнение в том, что Тереза Мэй даст положительный ответ на этот счет растет, что и снижает вероятность мягкого выхода Великобритании из состава ЕС. А это, в свою очередь, служит намеком к дальнейшему падению курса британского фунта. Мы смотрели новости на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами была я, Екатерина Стихина. Спасибо, что были с нами. Мы желаем вам хороших выходных и увидимся в понедельник.